новости 26 февраля во-первых россия ограничивает доступ к фейсбуку потому что фейсбук начал блокировать самые такие милитаристские сайты типа звезда ну вот как выглядит сейчас в россии фейсбук то есть частностью меня он грузится они его замедляют непонятно зачем это то есть видимо чтобы продемонстрировать что могут вообще закрыть но не закрывают грузится он но не грузится в нем картинке вот видно да некоторые маленькие почти все большие некоторые игру грузится большие и так далее ну и там на фейсбуке все говорят что vpn помогает я не знаю меня на фейсбуке забанили только пассивно могу читать меня забанили за то что осуждал агрессию фактически но по поводу того что фейсбук наконец-то значит хоть какие-то меры там принял против путинского милитаризма фейсбук у нас пять лет стирал всякие то слова которые люди говорят чтобы никто там никого не оскорблял в том числе и оппозиции у всех там все над этим смеялись как бы все это было смешно то есть даже какие-то вот случайные там слова в которых они усмотрели агрессию до против чего угодно они за это могли там на месяц на два человека посадить до под бан и при этом держал вот эти путинские все милитаристские группы которые откровенно призывали к войне до безумие то есть запада как христос про фарисеев говорил внешнюю часть чашки вытирают а внутри чашки говно плавает то есть они за несоблюдение каких-то внешних приличий сраных могли там на месяц нас два какого-нибудь человека который мог ценную информацию сообщить да в забан убрать а значит соловьев у них беспрепятственно там вещал канал звезда у них беспрепятственно вещал разжигал войну и все такое прочее когда только война реально началась они хоть какие-то меры приняли против настоящего таскать говна при этом они продолжают вытирать значит чашку то есть тех кто осуждает агрессию в резкой форме российскую они тоже банят такое впечатление что там старухи вообще руководят они мунижики потому что подход как у старухи так сказать чтобы внешне все было прилично самое главное остальное искать неважно путинские власти требуют от смене называть события войной называть какой-то спецоперацией ну понятно что это по всем признакам полномасштабная война и это первая крупная война в европе после 45 года потому что это больше по размерам югославии украина и югославии другая ситуация была там были примерно равные противники тут еще вся россия задействована по площади и количество населения участвующего в конфликте это во много раз превосходит этот достаточно мелкий уже югославский конфликт это сравнимо с событиями второй мировой уже потому что вот практически весь бывший советский союз уже значит в войне получается ну и кое-какие аналитики об этом говорят даже российские даже на ленте ru я такую аналитику читал но естественно что они там все за путина но о масштабности конфликта они тоже говорят по поводу ленты ru помимо всех прочих значит фейков отмазок рассказов о фашистах и так далее вот что у них тут вышло что якобы вчера днем остановили продвижение основных российских войск песков заил но так как украинская страна отказалась от переговоров днем снова это все значит возобновили то есть они заявили что они день стояли и ждали окончания переговоров но украинские сми ни о каком дне стоянии не только не сообщает они сообщают о тяжелых боях и сделать их блокированных городах киеве и так далее то есть по всей видимости их остановили как это сейчас ясно потому что никаких вот новых занятых города кроме мелитополя ничего не сообщалось сегодня и поэтому вот они значит теперь выдают то что фактически остановили их продвижение срыв блицкрига за то что якобы они сами остановились и пытались переговоры устроить из новостей и украинских сми передавая завалено трупами на зиму российских солдат и украинцы просят международный красный крест их убрать вот эта тетенька просила то есть трупов очень много украинцы хотят чтобы они вернулись в россию чтобы их там похоронили и сами убирать естественно у них нет возможности украинцы поэтому просят чтобы международный красный крест мешался и разобрал труп россиян трупов будет конечно больше как я уже говорил всем было ясно и даже нам мирным обывателям что экономически россия не готова к подобной войне и все это сразу выглядело как сумасшествие и она продолжается как отмечают многократно тоже украинцы в различных новостях берут много пленных пленные одеты ужасно там голодные и так далее у них плохая очень экипировка и так далее это естественно потому что ресурсы слабые у россии экономически бтр и всяческих много но как правило они старые вот как сообщают украинцы то есть я тут пересказываю сразу то есть то что я никаких фейков и прочих не распространяя как рассказывают украинцы то есть большей частью техника старая солдаты в каком-то рванье вот так они все это передают ну естественно поэтому они гибнут в больших количествах тем более там много срочников не имеющих опыта войне украинская армия имеет боевой опыт это я все к тому что авантюру устроили кровавую власть российской федерации утром было событие обстрел многоэтажки в киеве вот одна из фотографий то есть но это обычный дом который мы все живем и в него ракета довольно много то но говорят что вроде как люди не пострадали я не знаю кого-то спасали были вот я тут не тут я не не понял если погибшие спасатели там были дело в том что там в бомбоубежище все сидят метро сейчас полностью под бомбоубежище пустили поэтому возможно бог то с ним не будет не было кого-то пострадавшего по поводу положения на фронте перестали российские сми публиковать карты видимо потому что нечем хвастаться может быть ночью что-то выпустят но вчера они еще карты там печатали их показывал да сейчас вроде как перестали по сообщениям сми и российских и украинских единственных сегодняшний успех это то что они взяли мелитополь то есть на юге у них продолжаются определенные успехи и они по крайней мере пытались прорваться к николаеву но по всей видимости их отбили по сумме вот этих всех сообщений как у я вывод делу и непонятно в тех руках херсон насколько я понимаю украинцы сообщают что все таки в их руках вот карта за вчера американская насколько я понял что российских так и нет на которой вот заметен вот этот прорыв на мелитополь и на николаев вот на мелитополь скорее всего прорвались и теперь значит и тут на мариуполь чтобы тут замкнуть крым и днр как они всегда хотели а скорее всего под николаевом остановили ну вот то что и попытки штурмовать киев весь день вот то линия фронта что под киевом она по всей видимости полностью сохраняется идут бои непосредственно самом киеве с одной стороны реки они пытаются высадить десанты на другую сторону как рассказывают украинцы основных задач операции так и не выполнено то есть они планировали окружить вот этот удар через харьков днепро да и удар с юга окружить те основные части которые в украине держали фронт на донбассе и взять киев после чего в киев посадить марионеточное правительство к ни то ни другое не сделано успехи на юге скорее всего даже если они проиграют всю войну они их будут удерживать вот этот вот юг потому что им нужно крым водой снабжать я не знаю как это будет оформлено как мариупольская империя или может к россии присоединят или может вообще оформлять не будут непонятно зачем вообще оформляют но скорее всего это будут долго удерживать потому что водоснабжение крыма очень важно все остальное я думаю что долго они не продержатся просто потому что у них нет ресурсов финансовых промышленных человеческий ресурс есть но низкокачественный поэтому если они в первые три дня ничего не смогли и уже пошли переговоры рассказы о том что мы останавливаемся и все такое это свидетельствует все-таки о слабости этого противника и есть надежда потому что сейчас судьба россии как верно латынина выступила 24 еще числа от судьба россии решается на фронте украины если они на украинском фронте проиграют то тут программу который у них очевидно превращение всей страны в днр они выполнить не смогут ну и естественно мы все теперь надеемся на этот украинский фронт раз уж мирным путем ничего не получилось теперь режим может только в войне проиграть которую он сам же развязал